Одесса, сети центр маршала Жукова, черная пятница 20-16, черная афроамериканская пятница, лютая, лютая, проколка забита, встать негде, не зайти, не выйти, не заехать, не припарковаться, все забито, выгребают все телегами, везде очереди, не зайти, не протолкнуться, в кассу нужно стоять полчаса, вот так вот, знай, наши, сегодня. Даешь доллара по 50, бензин по 70, будут брать еще больше. Лишь бы скидка, выгребут все. Написать. Да, волшебное слово, шара, скидка, сейл, все разновидность халявы. Одесса встала в пробках, черную пятницу. А про американская пятница? Да, сити-центр, забито, не зайти, не заехать, не выйти, не протолкнуться, это какой-то конец. Да, как последний день. Не будем грустным, глядя на это, не скажешь, что в стране криза, война, АТО, это какой-то кошмар. Верховная Рада. Ага, зраданы. Тот, что поверьте ему, 18 раз подряд за одно и то же, и так и кинули. 180 тысяч раз уже. И этот Янукович, рвущийся сказать правду, все, что творилось на Майдане. 2015. И наш суд, самый гуманный суд в мире, который не дает сказать слово Януковичу. Принесли на 28-е, сначала подставились по полной, думали, что он не согласится, а он взял и согласился. И наоборот, еще и говорит, давайте, ребятам, я вам расскажу все. Завтра кажется, что он стоял вообще на трибуне. Одного выгнали, видишь, нормально. Еще одного выгоним, еще лучше будет. Еще лучше будет, да? Все идет к этому. В России большая, их там можно, ой, сколько развести. Бывших. Ну, да, уже этих самых, да, заокеанских друзей уже, наверное, вряд ли получится развести. На Рублевку, на Шкрябе, это, надеюсь. Ага. С соседушкой. Ой-ой-ой, что творится. Улица имени бывших украинских президентов. Да. Улица, да, улица родная. Да, эх, раз, еще раз. Ну, Одесса, Украина, под напряжемся. И, да? Учуженого моря. Угу. Одни джипы, одни крутые тачки. Девки в локтенах. Ага. Как положено. Укус вьюти, пошли все нахер. Фы, да. Файни, да. Классный, самый классный день в году. Супер, да. Сладкое слово. Халява. Чуть-чуть халявы и все. Народ повелся, как сумасшедший. Ну да. Ну все, сметают все, что можно. Они всю ночь в водках там спали. Ага. Это вообще ни пройти, ни проехать. Посмотрите, бензин по 22 гривен. По 25. Все. Ну что, пошли ждать, пока принесут, что мы заказали. Ага. Сегодня вытарг будет наполовину национального долга США. Причем кэшем. Причем кэшем, да. Причем доллары выпуска 2016 года. Дипломатами, да. Которых америкосы сами в глаза еще нет. Ну да. Сотки, которые америкосы еще в руках не держали. Все в Украине. Ай-яй-яй-яй. Ну да. Это вам не американцы, которые главкоголосы. Ну ничего не получается в нашей власти. Может вас тустом посыпать, а? Чтобы нас извести на нет. Ну ничего не выходит. Ну и так, и сяк, и это все. Ничего не получается. И не получится. Вот так вот, знаете. Сейчас новый год еще скоро. Ага. Турица будет. Будете знать. Ничего не получится. Все равно мы выкрутимся в любой ситуации. И это еще полтора месяца до нового года. Ну да. А то, что бы начался новогодний. Ага. Новогодний уже все. Там елочки, Дед Морозы, Снегурочки пачками. Вон там уже. Таковы девчонки уже елки по 300 баксов скупают голубые. Голубые? Голубые ели. Голубые женихи покупают им же голубые елки. Не знаю насчет женихов. Ага. Ну ладненько. Главное, чтобы не было хуже. Ну куда уж хуже. Готовимся к марш-броску. Черная пятница 2016. Мы пытаемся перейти по пешеходному переходу в Одессе, Украина на зеленый свет. Какое там течение в обе стороны сносит. Машины забито все. Сладкое слово халява. Разновидность шары. Не пройти, не проехать. Блин. Одесса, сити-центр. Черная пятница 2016. 25-го, 11-го. 20-16. Все на распродаже. Припарковаться негде. В кассах очереди. Веганские очереди. Все сносят. Все выносят целыми корзинами. Парковки забиты. Мест нет. Не заехать, не выехать. Вот так вот у нас происходят эти черные пятницы. сейл, распродажа, шара, халява. Достаточно написать красивые проценты. И все народ повалил. Не глядя ни на какие кризисы, войны, АТО и прочие неприятности. И те гадости, которые делает нам власть. Как она не пытается нас загнобить, ничего не выходит. И не выйдет. Ну, главное, чтобы не было хуже. Хотя многие говорят, куда уж хуже. А мы попытаемся вернуться обратно. Привет, деда. Ты опять первый? Как ты все успеваешь? Я еле проскочил на зеленый. Я тут уже полчаса, чтобы пройти. Чуть не задавили. Дорога перейти. Это какой-то кошмар. Не, ну я не знаю, сколько должен стоить бензин и доллар для того, чтобы одесситы перестали шопинговать. По-моему, пофиг, сколько он будет стоить. Абсолютно. Ну да, все же одесситы получают свои зарплаты в СКВ. Поэтому нам по барабану.